здравствуй дорогие городники с момента посева лук exibition у нас прошел примерно месяц вот так вот выглядит у меня кассета с луком сейчас пришло время частично распикировать те ячейки которые у меня зашли по два семечка и потому что я съел по два семечка лука очень с хорошей схожестью что еще мы сейчас делаем сейчас можно провести первую подрезку перьев потому что они начинают вытягиваться и самые длинные перышки у нас ложатся а это не хорошо нас лук немножко все равно должен всегда что называется стоять и самые длинные перья мы укорачиваем где-то на одну треть то есть если вот здесь мы смотрим вот у нас мы смотрим вот это длинное перо она уже лунится сюда и клонит наши растения то есть мы подрезаем здесь заодно можно подрезать вот это тоже перышко где у нас семечко осталось семидольный висит вот у нас вот так вот так вот примерно подрезаны растения здесь мы тоже подрезаем потом мы будем это распикировать то есть сейчас я хочу просто подрезать перьев на этой кассете и так для того чтобы нам распикировать часть лука из одной кассеты другую мы разумеется набили кассету вторую таким же в точности грунтом которым выращивали нашу рассаду выращиваем а это у нас торфа с вермикулитом и с биогумусом вот пропорции я говорил ранее его разумеется увлажняем набиваем кассету делаю я вот такие вот небольшие отверстия в каждой ячейке куда мы будем высаживать и извлекаем лишнюю синица то есть лишний конечно мы корни полностью не сможем сохранить то есть они обвили они у нас частично обрываются корешки но этого вполне достаточно чтобы у нас лук прижился нам больше длиннее корешков и не надо то есть мы сажаем нашу ячейку разумеется уплотняем все если грунт не совсем влажный конечно дополнительно надо полить чтобы на этом этапе влага там была достаточно хорошей все то оставленное который в этой ячейке у нас остается растение мы его тоже уплотняем поскольку мы его немножко нарушили вот она у нас вот так растет и так мы пересаживаем именно из тех ячей где у нас по два хода вот замечательно с корешками их как бы подрезаем вот такой лопаточкой я их подрезаю корешки чтобы ни в случае они не оторвались у нас вот здесь самом этом местечке где они перерастают в дом то есть они должны у нас подрезаться на какой-то глубине до процедура такая не быстрая ну торопиться нам некуда нам надо рассадить то есть в принципе я хотел сначала этот лук который по два если взошли у нас просто обрезать то есть чтобы не тревожить соседние растения у меня попросили тоже рассада лука и мне просто теперь стоит распикировать что получить еще немножко вот рассады лук эксибишен и именно ее уже потом дальше также выращивать вот мы распикировали за одной кассеты другую теперь у нас получилось две фактически кассеты лук эксибишен замечательно то что откуда мы доставали лишние сеянцы понятное дело мы потом уплотняем растения оставшиеся и и если смотрим где-то подсохшие грунт то понятно здесь еще тоже надо увлажнить поскольку корневую мы нарушили особенно если где-то я вижу что подсохшие ячейки мы слегка увлажним все на этом сегодняшняя наша работа закончена теперь будем выращивать не одну а две кассеты этого прекрасного салатного лука в этом году разумеется будем тоже надеюсь с прекрасным салатным луком как и все предыдущие года а на этом сегодня все до свидания до скорых встреч